Доброго времени суток! Север Санкт-Петербурга и Бабушка Коля приветствует вас в такой ответственный день, день победы! Девятое мая! День-то великолепный! 11 градусов тепла, солнышко, красотища! Кругом! А перед этим было два, двое суток. Дождь лил, как из ведра, день-ночь, день-ночь. Так вот, все полило. Вот так вот у меня огород, а вниз вот такой, на целый метр низ. Сегодня завтрак голубики. Почему голубики завтрак? А потому что вот я ведерки расставила, мешочками закрыла от солнышка, чтобы не нагревалась ведерочка. Почечки, видите, еще не открываются. А на некоторых уже открываются на ранней. Вот здесь уже есть почечки. Значит, растеница уже приоткрывается, оживает и уже сможет кушать. Поэтому ей завтрак обеспечен. И вот чем же мы ее будем кормить? Вот такая сера. Кормила я ее в 19-м году, так как все вот эти голубики купила в мае 19-го года. В Максидоме и в Леруа. Это были вот в таких пакетиках. Вот такие пакетики. А в этом пакетике, в черной такой пленочке, вот такая какая-то крошечная, вот такая веточка была. Веточка. Ну, сами знаете, как приходишь там в супермаркет, а там мешочек, а в мешочке вот так болтается. Что-то завернуто, полиэтилене. Вот такой прутик. Вот такой прутик. Выросли они у меня в ведрах прекрасно. Значит, я понимаю, что они чувствуют себя прекрасно. Земли им хватает. Земля, поверхностный грунт, после под елками и под соснами собираю. Ничего другого нету. И немножечко своей земли с огорода. Ну вот, в 19-м году, как я ее подкормила серой чуть-чуть. В 20-м году, в то, в прошлом году, ничего не ложила серой. Значит, ей хватает. Ягодки давала, все прекрасно давала. Почечки прекрасные. Вот. Все. Почечки живые. Все живое. О, кругленькое. Так что, вот тут вот ягодки будут. Нормально. Вот. И вот серу для птичек своих, для курочек покупаю. Сера. Молотая. Рацион куриный с подворья. Для животных и птиц, чтобы у них перышки были хорошие, чтобы ленька проходила более успешно. Но все птицеводы знают. И вот. Ягод. Вот видите, он уже посыпал. Просто солю. Вот. И вот так. Берем щепоточку. Сверху солю. Вот так вот. Солю. Серу. Это ей хватит еще на два года. И потом. Вот. А заходка. А заходка. Вот тут я уже посыпала. И здесь вот так вот. Вот так вот солю. Солю. Вот так. Везде. Везде вот так подкормим. А затем у меня уже припасен грунт. Это в прошлом году опад. Лиственный опад из иголочки. Иголочки, шишечки. Это все из леса. У нас парк. Елочки. Сосеночки там. Ну вот. И потом все это удобрение вот так вот засыплю. Затем у меня куплено два сорта новых. Голд Траубе. И еще интересный какой-то сорт. Вот. Значит. Кас Плишка. Кас Плишка. Говорят. Ягоды крупные. Не знаю. Выписала в интернетном магазине. По почте прислали. Но кустик, конечно, не 300 рублей, как в Макси-доме. Вот эта палочка была. А уже вот такой кустик. О. Вот осенью прислали. Видите, еще корневая ничего. Оно там все. Просто у меня вот там ведерочки. И унесла в подвал. И в подвале хранились. Ну, сохранились прекрасно. Почечки прекрасные. И сейчас я их вот вытащила. Видите. Смотрю ничего. Корневая совсем крохотулечки. И буду поднимать ведерки. Сейчас вот грунт подниму. И повыше посажу. Чтобы ведерочки. Вот. Видите. Вот такие. Эти были, наверное, по 450. Наверное. А эти палочки покупала в Леруа и Макси-доме по 325 рублей. Но это вот здесь хоть уже такой кустик. Похоже уже как бы. А там вот палочка была. Вот так. Это у нас завтрак весенний. Потому что почки открываются. И захочется кушать. А затем, когда ягодки уже будут, и отплодоносят ягодки, будет у нас обед. Мы их снова подкормим. Вот. И подсыпем снова земелькой. Потому что она так съедает быстро грунт. И у меня вот так на 5 сантиметров где-то грунта оседает. Это она голубика съедает. Значит, снова новенький подкормим и подсыпем. А потом в августе будет ужин. Ужин мы дадим снова. Комплексное удобрение посыплю, чтобы она готовилась к зимовке. Вот так вот. А серу через 2 года. Я поняла, что ей на 2 года достаточно вот так посолить серу. И она потихонечку, как бы, грунтика хватает. Потому что грунт весь, он и так с кислинкой. Думаю, что все эти иголочки, весь этот опад, он и так кисленький. Ну вот, все подкормила и подсыпала земелькой вот этой иголочной. Все в порядке. Растите ягодки большие-пребольшие. Уж больные ягодки такие вкусные. Внуку так понравились. Он слопал сразу мигом и очень любит птички. Птички не успею клюют так. Поэтому в ведерках мне здесь удобно. Я бывает вот так вот ставлю колышки в ведерки. И покрываю тоненьким лутросилом. Иначе я уже поняла, что в первый год у меня слопали просто птички. Вот такую вкусненькую ягодку. И чуть-чуть успел внучок. Ну вот. Я сразу же на ус намотала. Думаю, нет, дорогие мои. И вот так вот ведерочко я их поставлю. И лутросилом вот так накрываю, когда уже ягодки. И все. И до свидания. Вот. Чтобы, как говорится, птичкам, чтобы не ели наши ягодки. Дорогие. Вот. Ну не буду больше задерживать. А то говорят, бабушка болтает и болтает. А где еще поболтать-то? Теперь все в этот коронавирус и болтать не с кем. Теперь внуки хоть посмотрят и узнают, как нужно правильно бабушка сажала голубику. Иначе им легче в интернете зайти посмотреть. Чем так поговорить. Поговорить просто так это скучно. А в интернете посмотрят после 40 лет. Будет все понятно. Ну вот, до свидания. Всем благ, всем добра. Всем хорошего теплого лета.